Привет, у вас вопрос ваш, вот именно тот, который вы задаете в самом конце, на него можно ответить, наверное, скорее, как бы с согласием с вами. То есть вы действительно спрашиваете такую вещь, которая, ну, имеет место быть и имеет право на то, чтобы, как бы, ну, чтобы быть обсуждаемой. Другое дело, что очень многое зависит от того, как у вас складываются отношения, например, с вашей сестрой. Потому что если вот смотреть в идеале, если смотреть то, как это все по-хорошему должно быть, например, то я бы сказал, что вам нужно бы разговаривать об этом не с нами и задавать вопрос не нам. Вам нужно, я бы сказал, обсуждать это со своей сестрой и причем обсуждать это как можно быстрее или как можно более, как можно более подробно. Потому что, как бы, ситуация критическая достаточно, на мой взгляд. И если вы ее не будете разрешать, если вы не будете стремиться ее разрешить, то очень может быть, что ваше отношение с сестрой только испортится. Значит, следующий такой небольшой фонарик, это то, что вы спрашиваете, вот с одной стороны, вы говорите, что вот с одной стороны вроде как хочется помочь, так как мы все, мы одна большая семья, с другой стороны, нет желания исправить ситуацию в своей жизни, не желание исправить ситуацию в своей жизни, сестра ее лично живут за счет других людей. И, как бы, понимаете, вот, действительно у вашей сестре нет желания что-либо исправлять вообще. И связано это, на самом-то деле, с неверием в то, что реально что-то получится у нее. То есть, ваша сестра, скорее всего, не верит в то, что может ситуацию как бы поменять. У нее серьезная проблема, с точки зрения психологии, у нее серьезная проблема, касающаяся неправильного, неверного построения, выстраивания отношений с людьми. В частности, с мужчинами. И вот эта ошибка, которую она делает, я имею в виду ваша сестра, эта ошибка, она, вообще говоря, системная. Она системная, потому что повторяется из раз в раз. Из раз в раз одна и та же ошибка повторяется у вашей сестры, и, собственно говоря, можно говорить о определенном сценарии. То есть, есть некий такой негативный сценарий поведения вашей сестры, который мешает ей выстраивать свою жизнь нормально. Страивать свою жизнь так, чтобы мужчина, с которым она, условно говоря, встречается, да, с которым она живет, с которым у нее общие дети и так далее. И, собственно говоря, мужчина, чтобы все-таки помогал ей, чтобы мужчина все-таки делал что-то в жизни своей, ну, своей женщины, да. И, соответственно, то, что и первый, и второй муж ничего не делает, это ответственность, на самом деле, вашей сестры. Это не ответственность мужей, как таковы. Почему я говорю именно так? Так. Дело в том, что мужья, супруги вашей сестры, они, как бы, скорее всего, изначально являются именно вот такими, какие они есть, да. То есть, они, в общем и целом, ведут себя, ну, исходя из своего какого-то поведения. А сестра позволяет им это делать по одной ей, к сожалению, ведомой причине. И это достаточно серьезная работа ей предстоит над собой. И вопрос, конечно, заключается в том, готова ли она к этой работе. Ну, вот, есть все преображения, можно говорить о том, что ни к какой работе она не готова. И, соответственно, если она не готова, то тогда, действительно, в жизни у нее ничего не изменится. И это значит, что в вашей жизни ничего не изменится. Это значит, что вы так и будете дальше продолжать помогать и, как бы, по сути дела, содержать ее и ее детей. И, понимаете, стимула для того, чтобы что-то менять, у вашей сестры, попросту говоря, нет. Потому что ведь стимул – это желание что-то поменять. А желание что-то поменять, оно только тогда есть. Только тогда может быть, когда текущая ситуация, текущий момент, ну, скажем так, перестает удовлетворять. В вашем случае, до тех пор, пока вы помогаете сестре, мотива что-либо делать у нее, к сожалению, нет. И я думаю, что вам, я не стану вам рекомендовать прямо вот однозначно, знаете, однозначно прекращать какую-либо помощь в вашей сестре. Я бы рекомендовал вам подумать, я бы рекомендовал вам рассудить то, что вам, например, на пользу, то, что вам, например, не вредит, и то, что вы делаете жертвуя собой. И вот, собственно, там, где вы собой жертвуете, там, где вы действуете себе во вред, вот это нужно исключить. По возможности, мягко, не пропясть, значит, вежливо, но исключить из вашей, вот, деятельности то, что вам вредит. И тогда, тогда на самом деле, опять-таки, по моему мнению, проблем у вас будет меньше. То есть вы сократите свою помощь до таких масштабов, до таких пределов, чтобы вы не испытывали какого-либо негатива. Вот негатива испытывать не будете, и я думаю, что тогда и сам вопрос уже вставать у вас не будет. Потому что, ну, а о чем говорить, если нет никакого вреда. И вот вопрос заключается в том, что вам предстоит сделать для того, чтобы вреда вам не раночилась. Поймёт ли она вас, что вы защищаете, как бы, свои интересы, и что вы, там, например, не хотите действовать себе во вред. Или не поймёт вас, сестра. Мы этого, к сожалению, не знаем. Но я однозначно думаю, что именно такое поведение, то есть поведение, нацеленное на защиту своих интересов, потому что, кроме вас, их никто не защитит, на защиту интересов семьи, вашей семьи внутри, семьи общей, как вы говорите, это единственный шанс для того, чтобы вам, как бы, решить данную проблему. Потому что сестре, понятно, вы не поможете. У сестры свои взгляды, у сестры свои проблемы, и вы её не переделаете, тем более, что она старше вас. Но вот о себе думать нужно, в первую очередь, и о своей семье. И здесь важно, принципиально важно, не переходить на обвинение. Не переходить на обвинение, ну, по отношению к ней. То есть не обвинять её в чем-либо. Это не нужно. Желательно, чтобы вы просто говорили, что я не буду этого делать, я не буду с чего-то делать, потому что, ну, например, потому что меня это не устраивает, мне это вредит. Чтобы ваша сестра увидела, что вы руководствуете только, например, своей выгодой, своей, эээ, своими интересами. И вот это будет справедливо. Потому что, если ваша сестра вас не любит, например, если вы её не интересуете, то она негативно отреагирует на то, если вы, когда вы будете решать свои интересы, ну, а если вы её дороги, и она просто думает, что вот, раз помогают, значит, могут помочь. У нас точно будет хорошо, хорошо. Ну, и обязательно стоит рекомендовать ей всё-таки обратиться хотя бы на наш ресурс, для того, чтобы мы помогли решить проблемы сестры. Потому что, по-хорошему, работать нужно с ней. А вам, не, а вам, желательно избавляться от вот этого вот жертвенного поведения, которое, может быть, навязала, привязала, как бы, воспитала в вас семья, в те, что ради семьи всегда нужно жертвовать, ради семьи нужно там всегда что-то отдавать и вообще себя причинять. Это вот неправильная установка, и если она вам мешает, не только в этой ситуации, но и вообще, если она вам мешает, то с этим можно работать, с этим нужно работать и постепенно менять эту установку и, как бы, вырабатывать что-то другое, более такое, ну, более приспособленное к жизни, во-первых, к вашей собственной жизни и более адекватно оценивающее то, что происходит вокруг вас. Все это уже по желанию. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok